Дождь Каждой каплей в глаза загляни И, возможно, меня заберешь По частичке в ладони свои Так что если увидишь дождь Каждой каплей в глаза загляни И, возможно, меня заберешь По частичке в ладони свои Семен. Нина. Я понимаю, что ты устал, но нам нужно поговорить. Что случилось? Что я делаю не так? Ты о чем? Ты меня избегаешь. Я тебя чем-то обидела? Да нет, что ты. Ну, тогда, может быть, у тебя что-то случилось, ты просто мне не рассказываешь? Да ничего не случилось. Все хорошо, тебе нечем волноваться, Нина. Иди спать. Тогда почему ты себя так со мной ведешь? Просто пойми, у нас обоих сейчас такой сложный период. Так получилось? Нет, я ничего не понимаю. В жизни все было сложно, но так было всегда. Мы столько с тобой пережили нападения, покушения, Левко, скандалы с родителями, проблемы с деньгами. Ты всегда был рядом. Ты самый дорогой человек для меня, ведешь себя как чужой. Объясни мне, что случилось. Просто я понимаю, что ты до сих пор любишь Максима. Да, ты хорошо ко мне относишься, но это всего лишь дружеская привязанность, не более того. Да с чего ты взял? Максим, в прошлом. Сейчас я люблю тебя. Это не так. Ты просто сама себя в этом убеждаешь. Я слышал, как во сне ты звала Макс. Да мне и снился очередной кошмар, С Левко, как Максим, спасай Мишутку, чуть не погиб. Нет, не в этом дело. Просто до сих пор у тебя еще остались чувства к моему племяннику. И они всплывают на бессознательном уровне. Это не так. Да, Максим для меня не чужой человек, но это уже не любовь. Ты сама себя обманываешь. Прошу тебя, разберись о своих чувствах. А когда поймешь, что я тебе на самом деле нужен, мы и вернемся к этому разговору. Но я уже знаю, что ты мне нужен. Я хочу, чтобы ты знала. Для меня интимные отношения – это очень серьезно. Я считаю, что это возможно между любящими мужчиной и женщиной. Только после венчания. Я понимаю. Ты готова обвенчаться со мной? быть мне женой не только перед людьми, но и перед Богом? Да. Я готова. Но это очень серьезное решение, и оно должно пройти проверку временем. Мне кажется, это решение уже прошло. Все возможные проверки. Прости меня, я до сих пор в сомнениях, и не могу избавиться от них за одну секунду. Прошу тебя, дай мне время. Мы должны понять, ты и я, что мы готовы обвенчаться. Тогда мы обратимся к отцу Лариону, и он назначит дату и обвенчает нас. Я очень хочу, чтобы мы стали настоящей семьей. Тебе нужно время, я понимаю. Я не буду тебя торопить. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мой квартирант куда-то пропал, не пришел ночевать. Я не знаю, куда и зачем он делся, но похоже, он вляпался в какую-то ерунду. У него в Голливудине так уж много и друзей. Слушай, ну я не думаю, что с ним могло что-то произойти. Твой квартирант медийное лицо, известная личность. Если бы он попал в беду, мы бы точно узнали это из новостей. Да не факт. Ты знаешь, похоже, он сменил жилье на казенное. Он переехал в общежитие. Там, где дешевле. Об этом мы точно бы узнали. Антоша, что за идиотское настроение у тебя? Ты выпил? Да при чем здесь выпил? Я просто беспокоюсь. Ну ты понимаешь, если он переехал в казенное общежитие, он же может позвать нас в гости, на новоселье, а я... Это мне очень понравится, понимаешь? Слушай, выключи панику, хорошо? Твой квартирант не такой дурак, чтобы заселяться куда попало. У него совершенно другие цели. И нам, кстати, это на руку. Я вообще надеялся, что он отправится на праздник урожая. Я ему так советовал. Говорил, там повеселишься, там народу много, понимаешь? А он просто пропал. Еще не вечер. Может, все-таки и появится на празднике. Ты, кстати, когда собираешься прийти? Да, сейчас я приму холодный душ, приведу себя в порядок и... приеду. Давай. Вот слабак, а? Как, в принципе, все мужики. Аж противно. Вот как потом на них положиться? О! Может, все-таки вырубишься на праздник? Хотя бы ненадолго. Это все-таки твой проект, твое детище. Да и положительные эмоции тебе нужны. Мишутка тоже мое детище, которое приносит мне кучу положительных эмоций. Так что я лучше останусь с ним. Мне так будет спокойнее. Ты можешь не волноваться и не беспокоиться. Правда. Дом находится под усиленной охраной. Отели, прилегающие территории, тоже хорошо охраняются. И отвечают за это не только наши службы охраны, но еще и следователи Никаноров со своими подчиненными. Так что вам с Мишуткой не о чем волноваться. Я не хочу идти не потому, что переживаю за нашу безопасность, а потому что Мишутка маленький, а там очень много незнакомых людей. Ну, мы можем с собой его не брать. Попросим Екатерину Степановну. Она за ним посмотрит. У нее очень много дел по дому. Я не хочу ее отвлекать. Жаль. Она бы справилась. Ну что, Мишка, давай расти. Будем с тобой на все праздники ходить. Остаешься за старшего. До вечера. Ты все-таки подумай и приходи. я буду ждать. позавчера внука твою покрестила Мишу. мне петь, я рассказываю. Так все-таки хорошо прошло. Хороший хлопчик получился у Нины с Семеном. А в гостинице сьогодні отмечають день урожая. Щедра ядка. Там же тільки всяких конкурсів, чтобы она придумывала. интересных народу, мабуть, села селенная. Родичі твои там все зібрались. Ты что, Томочка, за ними сумуешь? Та ничего, ничего. Скоро ты в себе прийдешь, побачишься с ними и внука свого на руках заколишешь. А я цим врачам ничего не скажу, бо вони все спорят. Давай, Томочка, приходь в себе, приходь. Мы все проверили по нескольку раз. Уровень безопасности практически везде безупречен. Что значит «практически»? Это значит «очень высокий». А в тех местах, где непосредственно будет проходить праздник, он повышенный. В зоне ресторана, конюшни, сыроварни, площадки для пикников устанавлены дополнительные камеры наблюдения. И наших людей там вдвое больше. По периметру расставлены охранники, которые прошли особый инструктаж перед мероприятием. Да, и пересменка на постах каждые два часа. А они в курсе, как выглядит Лев Дзюба? Разумеется. И прекрасно знают, что нужно делать, когда он здесь появится. Мы задействовали не только охрану отеля. Мои люди рассредоточены среди участников праздника. Поэтому появление Дзюбы здесь было бы крайне глупым с его стороны. Спасибо вам. Будем надеяться, что этого будет достаточно, чтобы праздник прошел без эксцессов. У нас все под контролем, Семен Назарович. Не беспокойтесь. Полагаюсь на вас. Пускай сегодняшний день станет ярким и незабываемым событием в жизни каждого из вас. А сейчас слово предоставляется руководителю отеля «Райское место» Семену Назаровичу Марченко. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Во-первых, хочу поблагодарить вас всех за то, что вы пришли. Во-вторых, поздравляю вас с этим щедрым урожаем, которым природа одарила нас в этом году. И желаю вам успехов и процветания. И, внимание, объявляю праздник урожая открытым. Вот так, друзья, так состоялось только что торжественное открытие праздника урожая. Я отмечу, что в этом году оно происходит в райском месте. Ну и для наших зрителей информация, сельскохозяйственная работа окончена, соответственно, праздник урожая начался. Организаторы убедили нас, что они потратили не одну неделю на организацию этого праздника. Только что управляющий отеля «Райское место» объявил об открытии праздника урожая. В рамках мероприятия планируется провести конкурсы этнической моды, народных ремесел, а также масштабный кулинарный конкурс на лучшее блюдо среди заведений общественного питания. Пользуясь случаем, хочу добавить еще пару слов. Урожай – это награда человеку за труд, выносливость и терпение. Чем больше мы вносим труда в какое-то дело, тем больше шансов на успех. Поэтому хочу заявить, что отель «Райское место»… Извините, родилога, мне очень срочно, простите, извините, очень не срочно. Стоп, папа дубль испортила. Здрасте. Я опоздала, потому что у меня по дороге маршрутка сломалась. Так я вот это пока с частником договорилась, ну, надо же решить, сколько же денег ему платить. Ничего страшного, не переживайте, праздник только начался, поэтому вы успели вовремя. Я говорил о том, что урожай – это награда человеку за труды. Нельзя добиться успеха, не приложив к этому никакого усилия. И мы в отеле «Райское место» знаем об этом. Поэтому изо дня в день мы прилагаем максимум усилий и делаем все возможное, чтобы нашим гостям в отеле было комфортно. Аля, шо ж ты отказалась ехать на моей машине, то есть на нашей машине? Мне ж подвозить тебе одно удовольствие. А мне одно удовольствие не иметь отношения до твоих удовольствий. Справлялась сама раньше и сейчас справлюсь. Ты нашего квартиранта нашел? Нет. И отели пошел, и отрестности. Евгения. Я тоже не видела. Плохо. Он сюда не придет. Почему не придет? Праздник только начался. Потому что Нинка ему нужна. Она дома с ребенком сидит. Ну так, может, он к ней попрется? Нет. А то Марчин нравится, что дракона не охраняет. Там он охранный табун целый. Левка это не спугнет. Он засаду устроит и похитит Нину и ребенка. А попрется хорошо. А еще хорошо, что ему Семен под руку попадется. А там и охрана свое дело сделает. Да. Повтори. Ладно. Иди к гостям. Василий, Владимир, у вас перерыв час, потом пойдете смените Руслана и Виталика, они западной страны, там где площадка для пикников. Отдыхайте. Он-то свое-то шум и не дырок понаставлял. У нас ахпыр внуки ныридни. Че-ниче, курва, я тебе и таким рукам идти стану. Вот так родилась идея устроить этот праздник. Скажите, а вы не опасаетесь, что во время праздника может произойти очередное несчастье? Ведь мы все наслышаны о трагических событиях, которые произошли в отеле за последний год. Охрана сегодняшнего мероприятия организована на высочайшем уровне. Гости находятся в полной безопасности. То есть вы собираетесь проводить подобные ярмарки ежегодно? Очень бы хотелось на это надеяться, но все будет зависеть от того, как пройдет сегодняшний праздник. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. И Святоша уже тут. Че Нинке до сихпернем не пришла, че шо? Итак, мы начинаем конкурс кулинар. У наших участников есть всего два часа для того, чтобы приготовить обед для гостей праздника. После чего все желающие могут попробовать блюдо и проголосовать за самое вкусное и оригинальное. На столах стоят урны для голосования. У каждого из вас есть вот по такой фишке. Если вы хотите проголосовать за того или иного участника, вы должны бросить эту фишку в его урну. Тот, кто соберет наибольшее количество фишек, станет победителем и получит потрясающий приз обучения в знаменитой кулинарной школе Le Cordon Bleu во Франции. Ну что ж, пожелаем удачи нашим конкурсантом. Ниночка, приготовить тебе чай или фруктовый фреш? Нет, спасибо. Ну что ты такая грустная? Расстроилась, что на праздник не пошла? Да мы так долго работали над этой идеей. Хотелось бы посмотреть, что получилось, поразвлекаться со всеми. Ну и пошла бы. Или Семен Назарович тебя не пустил? Да наоборот, он меня с собой звал, но я не хочу с собой Мишеньку брать, потому что там громко. А одному его оставить я тоже не могу. Ой, ну я не вижу ничего страшного, если он на пару часов останется без мамы. Тем более, он будет не один, а с тетей Катей. Ну у вас же, наверное, дел много. Да управлюсь. Я буду так рада побыть немножко с Мишенькой. Он просто чудо, и мы с ним очень хорошо ладим. Он всегда у меня засыпает, это значит, что он мне доверяет. А если он расплачется? Ой, ну ты не волнуйся, я знаю, что делать. Тем более, я думаю, что теперь он поел и заснул, и ты успеешь собраться, сбегать на праздник, а потом вернуться к следующему кормлению. Ну я даже не знаю. Ну, если ты будешь волноваться, ты всегда можешь вернуться домой. Но я совершенно не вижу никакого повода для беспокойства. Вы, наверное, правы. Тем более, ты пойдешь на праздник, отдохнешь, повеселишься. Это так важно, когда у мамы хорошее настроение. Малыш это всегда чувствует. Говорили. Буду собираться. Ну, позовешь меня, вот ваша задача. Вежьте с удовольствием. Так. Так у нас все целый час до конца вперед, так что пошли. перекусим, кофеечку попьем. Так. Дайте нам четыре печенья. А, выбирайте. Так. Раз. Два. Вот. Давай. Сердечко. Ешьте с удовольствием. Держи, хватит. Да, я вам сейчас дачу даю. Да не надо. Я же знаю, что все деньги дадут нам благословительность. Спасибо вам. Спасибо. А у нас через 5 минут то увидит. Какая красота. Какая красота. Ну, в нее поместится много вкусного чая. Майя, ты умничка. Давайте я вам помогу печенье продавать, чтобы вы смогли отдохнуть. А кто сказал, что мы устали? Не надо, мы сами справимся. Майя, держи печеньку. Вы лучше пойдите еще смотритесь. Или вы уже смотрелись? Нет, здесь столько всего интересного, у нас глаза разбегаются. Пойдем еще посмотрим. ты хорошо подумала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ты куда навалилась такая что я все номера убрала закончила хочу на ярмарку пойти ну иди раз тебе делать нечего там действительно веселее чем в санузле со шваброй ведром корячится так света скажи чего ты целый день ворчишь и ворчишь ворчишь и ворчишь вот кто тебя заставлял на эту должность соглашаться было бы горничной закончила бы все быстро и пошла тоже могла бы развлечься ты меня неправильно поняла я имела ввиду что там интереснее чем здесь мне тоже интересно что там происходит вот это другое дело я могу периодически прибегать и рассказывать тебе что там происходит хотя стоит у тебя же парень снимает репортаж о празднике урожая да и что так он мог бы тебе все показать или что не показывает конечно показывает ну хорошо все пока уже вечера и горы за весь день так ко мне не зашел странно потрясающе хорошо что я сюда пришел все так необычно экзотика время вышло наши конкурсанты закончили готовить свои блюда наконец-то мы можем не только посмотреть на всю эту вкуснятину но и попробовать прошу замечательно 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 остепыч это я сварганил настоящий кулинарный шедевр ну я старался поделишься рецептик ну Ростислав Карлович если проголосуете за меня то конечно давай снимай не тупи давайте познакомимся давайте Егор Калинин Анжела Михеевна очень приятно и мне коллега Антон Георгиевич что же вы за целый день не вышли ни разу не посмотрели как люди веселятся господи что я там не видел что я не видел обычный сельский балаган как Нинка и хотела мне никогда не нравились ее идеи я работаю работа Гисла да тут я с вами согласна мне тоже ее идеи не нравились слушай Владислава Викторовна Викторовна а давайте свалим отсюда а давайте свалим отсюда Я буду привлекать к себе лишнее внимания. По крайней мере, пока не получу наследство. Жаль. А ты как раз собираешься болеть. Не придет он сюда, не придет. А я бы не делала таких поспешных выводов. Нина приехала. А если наш квартиран за ней следит, то и он здесь появится. Мы посчитали голоса и определили победителя конкурса кулинар. Итак, внимание! Четвертое место достается Марьяне Юрко, представителю корчуны из села Михеевка. Третье место Галина Костюк, кафе у Галины. Спасибо! Второе место занимает Арсен Андреев, кафе «Шарлотт», Ужгород. А победителем нашего конкурса становится... Тарас Костюк, ресторан нашего отеля «Райское место». Ура! Ура! Поздравляю! Поздравляю тебя! Ты получаешь поездку на обучение в замечательной школе «Кордон Блю». Ура! Спасибо! Молодец! Спасибо! Спасибо всем огромное! Я еще хотел бы посвятить свою победу своей любимой жене Гале. Галечка, ты заслужила это больше, чем я. У меня же за спиной кулинарный техникум и огромный опыт работы. Она же всему сама научилась. Она открыла у нас кафе в селе и кормит все село. И теперь нет отбоя от клиентов. Галя, это тебе. Я хочу, чтобы ты стала настоящим шеф-поваром. Тарасик, я не могу. Такой подарок ценный не надо. Галя, а ты, если тебе приз не нужен, дай его мне. Я еще раз съезжу на повышение квалификации. Спокойно! Приз мы никому не отдаем. Учиться поедет мой муж Тарас. Потому что он самый талантливый. Ниночка! Ниночка! А ты чуть не пропустила самое главное. Твой дядя ведь главный приз получил. Дядя! Ниночка! Я тебя поздравляю. Я же говорила, что ты у меня самый лучший. Спасибо. А мы продолжаем нашу щедру ядку. Мы приготовили для наших гостей очередной сюрприз. Приглашаем всех желающих попробовать чудесный тыквенный пляцак. И вы смекли с самой большой тыквы, представленной на нашей ярмарке. Поэтому и пляцак тоже получился большущий. Каждому достанется по кусочку. А нам даже понравилось. Также напоминаю, что в нашем ресторане открыт дегустационный зал. Вы можете попробовать там различные вина и сыры. В том числе сваренные на сыроварне нашего райского места. Интервью с ним должно было стать прорывом в моей карьере. Поэтому решила не сдаваться. А этот актеришка оказался упрямцем. Как эта девушка тебя машет. В общем, у меня есть пара. Больше всего гостям понравился сыр с нашей сыроварней. Чувствую, придется расширять производство. Ну, это же хорошо. Да, ты права. Вот только с тыквенным пляском неудобно получилось. Почему? Я слышала гостя в восторге. Ну, так-то оно так. Но Петя обещал, что хватит на всех. А его так быстро расхватали, что через 10 минут не осталось ни крошки. Правда, мы подстраховались и приготовили еще несколько. Правда, небольших. Ничего страшного. Главное, что никто не остался без сладкого. И то правда. В общем, праздник удался. А Левко не появлялся? Нет, его здесь не было. И возле нашего дома его тоже не видели. Может быть, он все-таки в Румынии? Петь, мы должны им помочь. Ну, ты же сам видишь, они как не родные. Я вижу. Ну, что я могу сделать? Ну, их нужно как-то сблизить. Я придумала. Кавалеры, не стесняемся. Приглашаем прекрасных дам на танец. Семен Назарыч, покажите пример мужчину. Пригласите свою любимую жену на танец. Какая красивая пара. Кажется, они искренне любят друг друга. Да. Такие чувства невозможно сыграть. Да вот, совсем другое дело. Видишь, какими счастливыми они теперь кажутся. Ну, а как иначе? Быть любимым человеком – это ведь и есть счастье. Позвольте вручить вам небольшой подарок на память. Спасибо вам, Брайан. Потрясающе, спасибо. Будьте всегда так же счастливы, как во время этого танца. Брайан. Это просто прекрасно. Мы почти все продали и заработали неплохую выручку. Да, идея оказалась очень удачной. И день сегодня такой теплый. Муж в полном восторге. Как хорошо, что он согласился остаться на праздник. А когда вы улетаете? Завтра утром. Прости, мне пора идти кормить Мишутку. Мне нужно остаться, праздник еще не закончился. Но я провожу тебя. Садись. Где же твоя одежда? Та, которая красивая. Остальное снимешь сам. Как только доберешься до дома, пришли мне сообщения, чтобы я был спокоен. Обязательно. Я пойду. Мы с Мишуткой ждем тебя дома. Хорошо, я постараюсь долго не задерживаться. Досать мою бабу тискать. Ты что думаешь, она твоя? Губу закатай, сволота. Ничего, ничего. Заберу я у тебя Нинку. И малого своего заберу. Проводите Нину домой и передайте из рук в руки охраннику. Будет сделано. Что-то ты совсем не скорбишь по своему бедному Юлику. Почему же? Скорблю. Целыми днями скорблю. Слушай, я устала уже от этого. Могу я хотя бы в номере переключиться? Между прочим, черный цвет на меня нагоняет тоску. Ну, я не о твоем траурном наряде. Я знаю, что мужа ты не любила, но сейчас такое ощущение, как будто тебе наплевать, что его убили. Слушай, не любила я его и что? Я никогда не желала Юлику такой страшной смерти. Никогда. Но, если честно, с ним жить было ужасно. Он такой зануда. Ты даже себе не представляешь. Я совершенно о другой жизни мечтала. А с ним ни курорты дорогими не светили, ни наряды, ничего. Да. Я думала, твой муж был богатым и солидным человеком. Я тоже так думала вначале, но ошибалась. Ой, ты даже не представляешь, как это ужасно постоянно у мужа просить деньги. Да, ну и ты просила? Постоянно. Я думала, он раз и навсегда решил твои финансовые проблемы. Угу. Если бы. Он даже сейчас их решить не может. Сижу и жду, пока юристы наконец-то утрясут все детали и я наконец-то вступлю в его наследство. Господи, как же я устала. Как я хочу наконец-то стабильности. Чтоб я не просила, не зарабатывала эти деньги. Они просто у меня были. Стабильность? Может быть только в гробу. Ты чего? Ну да ладно, пошутила я, извини. Пошутила. Давай сменим тему. Ты знаешь, кто такой? Егор Калинин. Угу. Журналист, а что? Ну, что ты о нем скажешь? Ну, по-моему, перспективный мальчик. Берись за него, если понравился. Толковый. Возьмусь. Опять пишут, что машина не найдена. Многие гости уехали на такси. Расхватали все машины. У меня есть арендованное авто, но я выпила, мне нельзя за руль. И я. Вы можете остаться в отеле. Мы бы с удовольствием, но 8 утра самолет. Нужно приехать в Ужгород вовремя, а лучше даже заранее. Я попрошу кого-то из сотрудников отвезти вас. Ладно, спасибо. Спасибо. Ростислав Карлович, скажите, вы еще в отеле? Угу. А, с поварами празднуете? И что, уже все выпили? Да нет, я не запрещаю, пожалуйста, празднуйте. Нет-нет, все в порядке. Да, всего доброго. Петь, скажи, ты... А, уже дома с Анной. Угу. Скажи, ты можешь здесь в свою машину приехать в отель? В смысле, расслабились после праздника. А, и вы тоже выпили? Ахахахаха. Ахахаха. Ахахаха. Да ничего страшного. Я потом тебе объясню. Угу. Слава богу, мероприятие спокойно прошло. Без происшествий. Если не считать того, что Светка устроила на ресепшене... Это грунта. Главное, что Дзюба не объявился. Слушайте, спасибо вам за работу, правда. Все получилось как... Как нельзя лучше. Скажи, Глеб, могут твои охранники, кто-то из ребят вообще отвезти? Мистер и миссис Хоуп в Ужгород. Или они тоже выпили? Ну, что вы, Семен Назарович, обижаете. Ну? Все трезвые. Только с поста никого снимать нельзя. Дзюба может объявиться в любой момент. Да, вы правы. Ладно, спасибо. К сожалению, никто из моих сотрудников не может помочь. Что же нам делать? Я сам отвезу вас в Ужгород. О, замечательно! Спасибо. Спасибо. Пойдемте. Большое спасибо, Семен. Вы нас очень выручили. Вам спасибо, что посетили наш праздник. Будем рады снова видеть вас в райском месте. Мы обязательно еще приедем. Желаю хорошо долететь. Спасибо. 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 Спасибо.